Жители области получат компенсацию за возросшие коммунальные траты. Речь идет о росте тарифов на газ. Для этого разработана система социальной поддержки. Сейчас она находится на согласовании в правительстве региона. На денежную выплату могут рассчитывать все, вне зависимости от доходов и площади жилья. Главное условие наличия прибора учета в платежных схемах разбиралась Дарья Болгова. Частный сектор в советском районе Самары. В таком доме от газа зависит не только горячий ужин, но и отопление всей жилплощади. В семье Сергеевых за ростом тарифов следят пристально. Свой бюджет на месяц пенсионеры планируют, исходя из стоимости кубометра голубого топлива. Ради экономии установили прибор учета. Хозяйка признается, летом разница ощутима. Но зимой меньше двух тысяч в месяц все равно не выходит. А после изменения цен семье Сергеевых кубометр голубого топлива будет обходиться на 46 копеек дороже. Естественно, наши пенсии небольшие. Поэтому, конечно, если соцподдержка будет, мы, конечно, обязательно будем ей пользоваться, этой соцподдержкой. После уравнивания тарифов в конце 2013 года стоимость газа по ряду направлений уменьшилась, по другим напротив, стала больше. Чтобы такое регулирование не ударило по кошельку, жители разработали целую систему мер соцподдержки. Сейчас она находится на согласовании в правительстве области. Вот эту разницу в тарифах между вновь принятыми и ранее действующими, как раз вот эта разница будет компенсироваться гражданам. Для этого надо будет обратиться в газовую службу, взять справку о том, что установлен прибор учета, о том, что произведена оплата за январь месяц. И в феврале обратиться в службу социальной защиты за получением компенсации. Возместят примерно от 30 до 500 рублей в месяц. А в некоторых отдельных случаях может полностью покрывать разницу. На эту компенсацию могут рассчитывать все жители Самарской области, независимо от доходов, возраста и площади жилья. Выплаты начнутся уже в феврале. Обращаться за социальной поддержкой не обязательно в начале года. Даже если заявление будет подано в мае, материальная помощь за все предыдущие месяцы все равно будет оказана. Дарья Болгова, Александр Дудко, Новости губернии.